Тренировки по 5 часов 6 дней в неделю. В этом секрет успеха Дарьи Скрипник. В свои 16 девушка уже мастер спорта международного класса и чемпионка первенства Европы по спортивной гимнастике. На тренировочный мат вышла раньше, чем пошла в школу. Ей тогда едва исполнилось 5 лет, а сегодня уже не может представить свою жизнь без гимнастических снарядов. Любовь к спорту ей с самого детства прививали не только родители, но и учителя. Очень сложно бывает иногда перебороть себя. Своё упрямство, например, когда тренер ругается, а у тебя не получается и хочется сказать «всё, надоело». Заслуга тренера, возможно, научить и иногда даже заставить ребёнка делать что-то, когда он отказывается. Тренировочной базой для многих нынешних и будущих олимпийских спортсменов стал спорткомплекс «Чемпион». 13 больших залов для занятий борьбой, боксом, гимнастикой, акробатикой, фехтованием. В каждом современное оборудование и инвентарь. Здесь никогда не бывает пусто, говорят тренеры. От желающих заниматься спортом просто отбоя нет. У нас вечером, если прийти сюда на набор детей, у нас здесь вступить некуда. Здесь очень много и девочек, и мальчиков. То есть идут очень и с удовольствием идут. «Чемпион» – это лишь одна из тренировочных площадок большого города спорта, показывает макет президенту губернатор Краснодарского края. Рядом баскет-холл, домашняя арена команды «Локомотив Кубань» – большой ледовый дворец, где тренируются фигуристы и хоккеисты. По соседству возведен фундамент еще одного комплекса по водным видам спорта. По проекту там четыре бассейна, где смогут проходить соревнования по плаванию. Но ставку власти региона делают в первую очередь на развитие спорта в небольших городах и станицах. Этот огромный город спорта сам по себе не будет настолько эффективен, если не будет в регионе создана система физического культуры и спорта в целом. То есть со спорта пешей доступности в районах, где живут люди, начинается сам спорт. Сегодня у нас принципиально важно, что мы создали в районах 282 школы спортивные. Кроме того, у нас каждая школа образовательная имеет спортивный клуб. Этот клуб возглавляет учитель физкультуры. Ему мы доплачиваем то, что он возглавляет. Помимо того, спортивный зал школы работает до 22.00. То есть дети, которые живут вокруг, это на самом деле самое быстрое место дойти, чтобы заниматься спортом. Они пешей доступностью могут дойти. Это вот те ручейки, которые по большому счету образовываются на спорт высоких достижений. Город спорта уже сегодня главный центр в крае по подготовке Олимпийского резерва. Здесь ежедневно занимается больше двух тысяч детей. Президент побывал на тренировке у боксеров, а после заглянул к самым маленьким спортсменам. В зале гимнастики они только начинают делать свои первые шаги. Но выдержка видна уже невооруженным взглядом. Что глава государства сказал этим ребятам и что пожелал, наверное, останется их маленьким секретом. Но эту встречу они уж точно не забудут. Очень сильно многое ждал. Очень-очень-очень. И как? Впечатления? Бомбовская. Руки и ноги все трясутся. От олимпийских видов спорта перешли к игровым. Президенту показывают футбольное будущее Кубани, а может и всей страны. На площадке одной из крупнейших детских спортивных школ Европы. Глава государства вместе с руководителем Международной федерации футбола и губернатором края побывали на тренировке воспитанников школы ФК Краснодар. Это уже не первое знакомство Владимира Путина со спортивными объектами Краснодара. В городских тренировочных залах его уже встречали, правда, тогда в статусе премьер-министра страны. Было это за тысячу дней до Сочинской Олимпиады, когда вся Кубань и вся страна, казалось, переживает спортивный бум. Символично, что сегодняшний совет по развитию физической культуры президент Владимир Путин проводит спустя чуть более тысячи дней, но уже после Больших зимних игр. За последние три года количество мальчишек и девчонок в секциях края увеличилось в разы. Вести здоровый образ жизни и заниматься физкультурой стало модно. Но чтобы вырастить конкурентоспособных атлетов, необходимо обеспечить непрерывность подготовки, считает Владимир Путин. От секций в школах до спортивных вузов. А тех, кто выделился, важно вовремя поощрить. В ряде регионов уже работает система грантов для перспективных спортсменов. Считаю возможным реализовать такую систему на федеральном уровне. Это позволит выявлять и вести к успеху лучших из лучших. Средства на эти цели надо изыскать, в том числе за счет сокращения финансирования, я уже об этом говорил неоднократно, профессионального спорта, по всякому случаю по тем каналам, по которым часто сегодня деньги направляются. Направляются очень большие и не всегда обоснованно. В составе сборных команд страны сегодня около тысячи спортсменов из Краснодарского края. Но потенциал у региона больше. В качестве примера Вениамин Кондратьев приводит краснодарских футболистов. Футбол для нашего региона – это базовый вид спорта. И вы сегодня тоже были на базе футбольного клуба «Краснодар», где 10 тысяч сегодня мальчишек занимаются спортом. 10 тысяч. Я не говорю про краевую школу футбола. И что хотелось бы, чтобы у них была перспектива, у этих мальчишек. Дело в том, что на самом деле они должны быть востребованными, в том числе и нашими спортивными клубами, и нашей сборной. И, конечно, можно через них возразить и сказать, что они должны быть талантливы. Безусловно, но можно с ними возиться, а можно купить легионера. Тогда, конечно, никакой возможности, чтобы наши мальчишки выросли. Больших звезд уже нет. Поэтому можно при вашей поддержке все-таки произвести импортозамещение в российском футболе. Сто процентное. Спасибо. Правильно, согласен. Растить нужно не только спортсменов, но и тренеров. Ведь за каждым олимпийским чемпионом стоит наставник. А это должны быть квалифицированные и подготовленные люди. Так, как это делают в Краснодарском крае, приводит пример Виталий Мутко. Заявка наша за государственный заказ на 6 тысяч специалистов, которые мы бесплатно готовим. Задача надо, чтобы все мы не просто сегодня говорили о каких-то серьезных вещах, чтобы в том числе и федерации заказывали себе таких специалистов и тренеров. Заказывали. И то, чтобы делали это регионы. То, что делает Краснодарский край, у него свой контракт с Академией. Он заказывает 50 специалистов в области спорта на базе Академии. Они и у него готовятся. Под спорьем в отборе талантливых спортсменов будут спартакиады, отметил Путин. Это должно быть яркое общенациональное событие. Напомню, что еще в 2013 году мы приняли решение о проведении летних и зимних всероссийских спартакиад по дисциплинам, входящим в олимпийскую и паралимпийскую программы. Однако это решение так и не было до конца реализовано на практике, хотя все возможности для этого есть. Мы предприняли скромные попытки это реализовать, но так в полном объеме этого и не сделали. Надо предусмотреть возможность участия и зарубежных атлетов, что придаст состязаниям зрелищность и остроту борьбы. Сделает их привлекательными как для зрителей, так и для принимающих их регионов. Прошу правительства обеспечить подготовку и проведение таких спартакиад. Первой площадкой для проведения спартакиады готов стать Краснодарский край. В регионе для этого есть вся необходимая инфраструктура. А на примере Сочи Кубань уже доказала, что может быть центром спортивного притяжения. Мария Крошина, Элина Касабова, Денис Маскаленко, Алексей Комаров, Денис Перец и Артем Лычко. Кубань, 24, Краснодар.